26 команд из 13 городов России. В этом году Выборгская русалочка не побила численных рекордов, бывало и больше, но зарядила и участников и гостей положительной энергетикой на целый год. В Выборг съехали сильнейшие юношеские команды по интеллектуальным играм из Зеленограда, Петербурга, Псковской области, Великого Новгорода, Калининграда, Челябинска и многих других. Впервые за победу боролись школьники из далекого Пионерска. Ленинградскую область представили сборные из Выборга, Луги и Светогорска. Программа турнира традиционна. Вопросы, как всегда, замысловатые и с подковыркой. В начале абсурдного произведения авторы отмечают то, что в нем что-то не лепится, а что-то напротив лепится. 10 уроков. Самые светлые умы школьного сообщества России и их тренеры отметили высокий уровень заданий, что говорит о серьезности выборского турнира. Юные знатоки в перерыве делились впечатлениями и, естественно, рассчитывали на победу. Нам нравятся интеллектуальные игры, нам нравится ездить на разные мероприятия, на разные выезды. Мы очень любим свое дело, чем мы занимаемся. Это прекрасно, быть умными и получать новые знания. Умнее это никогда не помешает. Умным людям всегда и везде дорога. Если ты глупый, можно заблудиться по дороге, а если умный, то можно идти дальше. По замыслу организаторов, турнир по интеллектуальным играм призван объединить юношей и девушек, мечтающих многого добиться, интересующихся, тянущихся к знаниям. Это все тяжелее и тяжелее, и мне очень радостно, что есть что-то и когда, которое помогает этим детям находить свое место в жизни. Это очень важно, чтобы они нашли его сейчас и потом вырули уже во взрослой жизни куда-то, ну, нечто большее, чем просто зарабатывание денег и выживание, которым, к сожалению, многие скатываются сейчас взрослые. Пускай дети показывают нам пример, как надо жить. Детский интеллектуальный клуб «Квинт» – неизменного организатора турнира «Выборская русалочка» и тех, кто развивает в России детское интеллектуальное движение, поддерживают и тренеры детских команд. По мнению педагогов, современные подростки слишком много времени проводят за компьютерами, общаясь в социальных сетях и играя в игры. Моя цель не только научить, чтобы они много знали, они и так умны. Моя цель, чтобы они умели слышать друг друга, видеть друзей, чтобы они научились общаться. Конечно, эрудиция в процессе игры повышается. Конечно, если они что-то не знают, у них возникает масса поводов что-то прочитать и вспомнить. Но главное – это вот это ощущение, которое возникает в зале. Ощущение спорта, ощущение победы и ощущение вот именно команды и игры с друзьями партнерства. В рамках турнира самые эрудированные школьники страны смогли проявить себя. В нескольких турах «Чаша весов» склонялась в сторону команд из Петербурга, Калининграда, Выборга, Великих Луг. Исход игры решили несколько наиболее трудных вопросов. Второе и третье места заняли команды из Калининграда. Победу одержала сборная Эйя Фьятлоя Куделя из северной столицы. Они же стали сильнейшими в брейдеринге.